Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ и сегодня снимаю видео с помощью вот этой вот гимною фури. Вы знаете, что я вам обещала сделать? Ночную фури. Ночную фури я, конечно, сделала. Но сейчас я хочу сделать, знаете, небольшую площадочку, где они будут дружить. Ну, потому что, как бы, что она у меня тут просто так ходит? Для этого нам понадобится или картонка. Если картонки нет, это вообще не беда. Вот вообще не беда. Понадобится вот, так скажем, бумажка. Ну, вот сейчас я вам покажу. Сейчас, секундочку. Вот обычный листик. Вот листик. Листик. Ну, я, конечно, возьму этот лист. И вот, пожалуйста, я даже два для вас возьму. Вот два листика. Вы не против, леди? Не против, конечно. Потом понадобятся ножницы. У меня фирменные ножницы, смотрите, сейчас. Вот так вот. С тихольчиком каплючи дракона. Так, потом мне понадобится карандашик, чтобы это все, ну, расчлечить, конечно же. На всякий случай можно взять скотч. Это если будет как бы неудобно вам склеивать или у вас клея нет, то тогда скотч. Ну, и как вы уже поняли, нам нужен будет вот такой вот клей. Клей. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. А, значит, что дальше? Дальше нам понадобится линейка. Сейчас, вот. У меня вот такая вот линейка. Вот, вот. Ну, линейка, это, в принципе, если вы человек, любящий все равномерно. Вообще, можно и без линейки. Так, еще раз вам все показываю. Вот. Вот. Все ингредиенты. Значит, что мы будем делать? Смотрите. Так, ну что ж. Извините, пожалуйста. Так, ну что ж. Мы берем, значит, ножнички наши. Вот они, пожалуйста. Афурия пусть пока что сзади там побудет. Так, все правильно. Мы берем ножнички. И можно так же быть, я сказала, линейка. Ну, это прям вообще по минимуму. Смотрите, наша фурия. Давайте-ка ее сюда перетащим. Отмеряем ее с крылышками. Ну, примерно так где-то. Угу, угу. Так, это получается больше 15 сантиметров. Короче, делаем вот здесь вот по крыло. Прямо, смотрите, смотрите. Прямо по крыло вот так вот. Делаем небольшую заметочку. И вот до сюда. Вот так. Так, заметочку сделали. Значит, теперь мы должны вот так вот разрезать ножничками. И это у нас будет пол. Сейчас я разрежу и вам покажу. Так, мы сделали вот такое вот основание. Вот эти-ка. В винде вот такого вот прямоугольчика. Скорее всего, квадраты. Вот такое вот красивое у нас получается пол. Значит, теперь мы должны сделать стенки. Сразу говорю. Это не то, что вы ожидаете, что будет полин, стена, стену. Нет. А в скрытом мире у них же получается, ну, такие вообще почти что дома неровные. Получается, они будут жить в кристаллах. Причем в игрушке каплючи Дракон 3 были прямо указаны, что они в кристаллах. И там было указано, что у них дырка вот здесь, вот насквозь сядет, стена дырка и стой. Я, честно, не очень люблю, когда дырки с двух сторон. Меня это просто, не знаю, выводит из себя. Поэтому, как мы сделаем? Мы берем вот этот лист, полностью этот лист. И делаем с двух этих сторон такую, как арку попробуем сделать, чтобы у нас был дом. То есть, как бы она вот так вот будет тут стоять. Ей можно будет подогнуть крылышки, если что. То есть, вот здесь будет такая вот арочка, где она может как бы прятаться. А сзади мы просто приклеим листик. Сразу говорю, я сделаю вариант не цветной бумаги. То же самое можно делать с цветной бумагой, с любой бумагой, с цветной бумагой, не с цветной бумагой. Хоть, я не знаю, с картоном это не получится, так как он не может вот так вот горочкой образоваться. Но с картоном можно просто сделать тут стену, тут стену, тут стену, тут стену и сверху стенку. Значит, я вам потом еще покажу, как я украшу свой, так скажем, домик. Ну, я украшу, ну как сказать украшу, я так как бы сделаю, типа незаметный такой домик. Ну, типа незаметный. И то, я говорю, все это можно раскрасить, я вам просто показываю вариант из белой бумаги. Можно саму бумагу раскрасить, я вам просто показываю как. Вы сами там будете решать, как делать. Кстати, посмотрите, я немножко глаза обвела. Такая она красивая. Ну, что же, давайте делать так, смотрите. Мы хотим сделать вот так вот крышу. Вот так вот, смотрите, вот так вот накроем. Значит, что сейчас надо сделать? Во-первых, надо сейчас аккуратненько, вот аккуратненько, вот именно вот так вот сделать немножко. Немножко вот так вот, немножечко придавить. Так вот, вот так вот, так вот. Молодцы. Так, теперь надо сделать как-то примерно так. и посмотрите как бы так это получается неудобно я сейчас покажу как я сделаю смотрите чтобы сделать как бы максимально такую прям горку горкой там чтобы было все красиво прям значит как мы делаем мы берем просто руки наши просто наши руки и сейчас все сделаем руками сейчас минуточку так вот смотрите так вот смотрите мы берем вот так вот немножечко немножечко примерно сантиметр вот так вот смотрите вот так вот мы сгинаем проводим прямую линию не обязательно чтобы она была так прямо досконально ровно это вообще не обязательно это вот смотрите у нас получается такая полоска она у нас будет скреплять пол и крышу так значит дальше сразу говорю я вам показываю как бы зачем я это вам показываю просто я человек который просто ну вот вообще потому уже хочет капучей дракона 3 чтобы уже было сейчас короче я не очень люблю там ждать поэтому я показываю для тех кто тоже уже не хочет взять и ходит уже хочет уже делать домик то же самое делаем с этой стороны вот так вот сгинаем ну вы поняли короче просто вот как конверт так вот сгинать сейчас вот смотрите вот берем вот показываю вам я не знаю что я не все ровно делаю это я знаю не все симметрично вот у нас получается двух сторон такая как не знаю как папка как папка и эта папка у нас будет служить вот как раз самой крышей дома нашего то есть вот это вот будет все крыша вот это крыша все вот она вот листик теперь вам показываю как это все клеить и как так скажем это склеить так чтобы было в принципе все нормально и ничего не обвалился смотрите так ну что ж ребята смотрите мы берем клей открываем наш клей вот клей открыла все мы его вы знаете вдавливаем значит берем вот эту часть и прям вот хорошенько клеим там чтобы вообще прям много клей потому что вам это важно мы не хотим чтобы он у нас сломался вообще это я вам такой показываю как просто прямо дом такой прям вообще прям честно вариант не знаю кого круче просто если у вас не очень все получается если вы не очень хорошо умеете что-то делать не как бы вы должны вот так уметь хотя бы так смотрите ровненько пытаемся ровненько 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 смотрите смотрите так а так как я хочу уложиться за два листа бумаги то видите получается что остается мест вот здесь мы и это даже не выкидываем мы это срезаем но мы это не выкидываем так как это будет служить таким как я говорил украшением дома так как мы хотим все сделать за два получается куска бумаги кстати у меня осталось еще и из этого мы тоже будем делать такое украшение это все очень легко и вообще прям просто так смотрим хорошо ли она приклеилась сейчас я вам покажу как проверять так 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 да неплохо теперь мы с вот этой вот страны промазываем давайте тут промажем все равно как бы клей-то должен быть хоть где-то так промазываем хорошенько промазываем вот честно вот этот клей он очень хорошо он прям хорошо вообще другие тоже я просто это клей есть и он хорошо может так намазали достаточно количество теперь берем и делаем вот так он конечно сейчас будете видеть какой ныр будет сейчас обваливаться но по идее он вообще не должен обваливаться я вам покажу как сделать так чтобы вообще там было ровно вот смотрите типа того как бы вот уже готов почти что наш дом а а так как гневная фури у меня такая скажем не очень функциональный дракон то и это будет очень в принципе нормально я покажу как немножко я приподниму крышу немножко немножко а так принципе вот вот этот дом для капучей дракона уже в принципе готов сейчас мы обрежем тут вы не бойтесь все у меня сейчас будет я все обрежу сейчас он все покажу после того как я обрезала так ну что ж ребят я уже вот обрезал здесь смотрите вот я уже обрезал вот значит как теперь надо делать смотрите очень внимательно так как это очень важно потому что выдумать плену как бы не очень удобно хотя смотрите в принципе она влезает но как-то не знаю кажется вам не очень удобно поэтому мы сделаем так чтобы она как бы может ей крышки быть неудобно смотрите я же говорю что он функциональный берем крышки ее тихо не раздвигая лапки и вот так вот подгибаем крышки немножко подгибаем крышки ее вот так вот и вот так крышки подогнем ее немножко и теперь она может влезать в дом смотрите видите вот я говорила что очень важно чтобы был в принципе ну стык вот видите стык смотрите вот поэтому стыку мы сейчас берем берем аккуратненько и сгинаем дом спросите зачем потому что тогда дом будет еще выше и еще удобнее смотрите вот вот прям вообще уже замок целый ну конечно целый замок ну вот теперь а наша дракониха может туда залезть как бы вообще прямо легко она туда залезать сейчас просто надо это дракониха сейчас ее вот вот все сейчас секундочку так ребят ну вот смотрите вот 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 она видите я говорю влезает вот все смотрите вот уже какой удобный получился дом для нашей фигурки и тут принципе очень хорошо просторно я еще раз говорю как бы у меня не совсем симметричный потому что блин ну как бы вообще по идее ничего почти такого симметричного в этом мире нет поэтому у меня нормальный такой домик получился ну тут немножко можно конечно вот сейчас вот так вот возьму поправлю он может чуть-чуть станет симметричный поэтому все нормально вот такой в принципе красивый дом он очень идет нашей девочке нашей длинной фури ну ладно давайте уже придем к заднему так скажем плану значит я ее вытащила она то а то она может еще пострадать наверное не знаю значит вот как у нас выглядит сзади дом там же как и спереди значит сейчас мы вырезаем и вот так вот приклеиваем оно должно склеиться но но мы должны будем сделать значит как смотрите мы видим так дом взяли дом кормам руками вот смотрите вот взяли его аккуратненько вот смотрите поставили и мы сейчас конечно же будем его обводить сейчас я только домик ровно поставлю мы сейчас будем его обводить и оставим вот вообще вот немножко потому что нам нужно будет согнуть вот эту к wifi вот эту вот бумажку мы согнем и приклеим к этой части Чтобы дом держался Ну, потом я говорю, это уже как хотите Можете раскрасить, не раскрасить Я подумала, буду раскрашивать или нет Наверное, нет, но так как я вам показываю Просто самый нормальный вариант Так, хорошо, сейчас вам покажу Что я имела ввиду Так, смотрите, я вот обвела Сейчас уберу дом, смотрите, вот У меня получился вот такой рисунок А вот эта штучка Это мы будем сгинать То есть мы вырезаем вот по вот этому Тоненькому контуру Мы по нему вырезаем Это я обозначила примерно Вот ширину самого Вот этого домика А вот эта вот часть, давайте я вам раскрашу, чтобы вы понимали Сейчас Вот Вот эта вот часть Вот эта вот полоска Мы будем сгинать Чтобы дом приклеился Точнее, вот эта стенка к дом приклеилась Понимаете, ну, чтобы был нормальный дом Потому что, если мы просто приклеим У нас ничего не получится Так как бумага, она не плотная Она вообще очень тонюсенькая Поэтому ей нужна такая, как Своеобразная помощь Итак, мы должны вот всю вот эту полосочку Вот Включая И вот эту вот Маленькую Всю мы должны приклеить вот к домику Вот так вот Вот сюда, вот смотрите Сюда, 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 сюда Потом это идет сюда Сюда, 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 сюда Вот Это будет так Можно с этой стороны Можно с той В принципе, вообще По-любому Потом я покажу, как сделать Скрытный дом Ведь Это же скрытный мир драконов В этом домик скрытный у нас должен быть Ну что ж, давайте пока что займемся Вот этой частью Давайте Вот у нас получается такая вот согнутая, как чашечка И мы ее теперь приклеиваем Ну что ж, ребята И у меня получилась Вот такая вот штучка для домика Скажу, я ее приклеила немножко скотчем Для крепкости Так как клей он держит, но не очень крепко Поэтому, смотрите, вот Я вот этот скотч сзади налепила Чтобы было, так скажем Вот, смотрите, сейчас накажу Вот этот скотч налепил, чтобы было более удобно И У нас надо еще немножко после этого подогнуть Вот эту вот часть Вот Чтобы домик держался Потому что Вот, смотрите, вот Видите, вот так Немножко подогнуть Вот, короче, готов наш прекрасный домик Но я говорю, что еще нужно Немножко Ой, извините, извините Еще немножко доделать Наши Скрытные штучки Точнее, наш Вот так Ну, как скажем Декор Значит, мы берем вот эти части Они очень красиво Вот тут символизируются Видите Как бы Они очень похожи на шторы Вот такие вот Видите Вот эти вот две части Которые у нас остались От куска Которые мы делали Вот эту заднюю часть Значит, как можно сделать Смотрите Сейчас я вам покажу Вот эта штучка В принципе Смотрите Эту штучку В принципе Можно приклеить Вот на Вот на скотч Да, вот так вот Приклеить И я вас сейчас Мучу, как мы делаем Значит, мы вырезаем До полной штучки Вот Обрезаем вот эту часть Вот видите Где у меня помечено Ну, вот Примерно Давайте Вот так вот До моего пальчика До моего пальчика Вот так Вот так Обрезаем вот эту петельку Чтобы она Вот, так скажем Ровный был треугольник И потом Я вам покажу Что надо делать Дальше Давайте я сейчас С вами вырежу А то вы Наверное Не понимаете О чем я Смотрите Вот Смотрите Вот 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 И, значит Смотрим Да Вот Все правильно Угу Здесь мы сейчас Обрежем Уголок Чтобы Ну, вот так Сейчас покажу Вот Вот Так И вот так И вот этот Можно тоже Немножко А то он слишком острый Так У нас получается Вот так вот Кстати Очень даже И хорошо Смотрите Вот Вот Мы это уже сделали Значит Берем вот этот Обрезочек И как делаем Смотрите Внимательно За мной Вот так вот Обрезали эту часть И обрезали Эту часть Получается У нас Что-то Наподобие Квадрата Теперь Мы берем Вот так вот Аккуратно Аккуратно Режем Но не до конца Чтобы висела Вот такая Вот Штучка Это что-то Типа таких Как лиан Которые будут Свисать Над домиком Чтобы он Выглядел Более Скрытым Таким Это очень Удобно Типа Ну, как Скрываться Под такими Лианами А так как У нас еще Остался Вот такой Кусок Длинный От того Как мы обрезали Вот эту вот Часть Вот Можно сделать Длинные лианы Вот так вот Они будут свисать Прямо такие лианы Можно сделать Типа Тут больше Больше Тут меньше Меньше Больше 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 Чтобы как бы Можно было Видеть свою игрушку Так Вот я сделала Такую штучку Вот Она будет вот тут Висеть Здесь по бокам Будут висеть И вот тут По бокам Будут висеть Большие Штучки А тут маленькие Еще раз говорю При желании Вы можете их раскрасить Чтобы как бы Было типа Зеленые такие лианы Значит Какая наша сейчас цель Я вам докладываю Смотрите Берем вот эту штучку И приклеим ее Вот сюда Вот А треугольник Ну конечно же Мы скотчем Приклеиваем Вот сюда Кстати Кстати Вот эту часть Вот эту часть К треугольнику Приклеиваем Можно на скотч Можно на клей Это по желанию Это как говорится Кому как Я сейчас приклею И вам покажу Так Вот так вот Получилась у нас Эта висящая штучка Еще по бокам Можно мы Вот тут Можно пока что Не Вот так вот приклеить Так как мы Сейчас будем делать Из вот этой Из вот этой штучки Ой видите Вот такую Значит Как мы делаем Мы берем Делим пополам Эту штучку Пополам Пополам Да И Сейчас вам Короче покажу Как Чтобы вы Вот смотрите Делила на две штуки Делила еще раз Вот смотрите У меня получилось Такие четыре штуки И теперь По две штучки Каждой стороне Значит Вот тут мы Уголочек Обрезаем Чтобы Здесь было Ровно Так сейчас Я вам покажу Как у меня получилось Ну что ж Ребята И вот у нас Получился Вот такой вот домик Посмотрите Как я сделала Вам наверное Покажется Что он Как-то не очень красивый Но не знаю Мне очень нравятся Такие висючки И Деленная фурия Наша Может туда Зайти Легко Понимаете Она ничего себе Не сломает Не крылья Просто Как раз Скрытно Зайдет И То есть Ее там Не видно Почти Что вот Она уже прилегла То есть Как бы В скрытый мир У них же домики Должны быть Ну как бы Скрытые Как бы Почему он тогда Называется скрытым миром Потому что там Все скрытно И так Что же Давай-ка Встань Ко нам Надо посмотреть Как ты там стоишь Давайте-ка Заглянем К ним Костя Сейчас Поднимем Почему Я это Называю Штурки Штурки И посмотрим Вот как тут Хорошо и уютно Сюда Можно добавить Каких-нибудь там Рыбок Из бумажки И Что-нибудь Еще Ну Короче У меня Вот такой Шикарненький Домик Получился Ну Шикарный Шикарный Вы напишите Комментарии Ну Конечно Я понимаю Что вы напишите Что не очень красиво Что вообще Не снимай Но я буду снимать Вот такие видео Про домики И про Капольча Дракона Не подписывайтесь На мой канал И ставьте лайки Всем пока Пока-пока